Актуальне, Чехия, Украина готовится к переговорам с Россией Марти Навак Актуальне.cz, Чехия 22 октября 2019 года На этой неделе на Киевскую площадь независимости, известную как Майдан, вышли участники боевых действий в форме, старушки и молодежь с флагами через плечо Через пять месяцев после победы на президентских выборах и через два месяца после триумфа на парламентских выборах украинский президент Владимир Зеленский столкнулся с первыми протестами Киев, от нашего специального корреспондента Люди пришли на площадь, чтобы выразить свое несогласие с планом по отводу войск от линии фронта на востоке Украины Они полагают, что это слишком большая уступка России В нескольких метрах от них проходит другой протест Прямо перед резиденцией президента люди протестуют против запланированного повышения налогов с мелких предпринимателей Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа» получили на выборах огромную поддержку украинцев И теперь подошло время выполнять свои обещания Или не выполнять Под окнами президентской резиденции люди скандируют и произносят лозунги в мегафон А в это время пресс-секретарь президента Юлия Менделя рассказывает о планах своего руководителя Он не хочет бороться с коррупцией, а хочет ее победить Многими государственными предприятиями по-прежнему управляют в советской манере, а он хочет их приватизировать Он хочет привлечь иностранных инвесторов и, проведя масштабную реформу, позволить иностранцам приобретать угодья и инвестировать в них Заявил актуал небывший киевский корреспондент Нью-Йорк Таймс Юлий Мендель Избиратели Зеленского ожидают от него две вещи Рост уровня жизни после многих лет экономического спада и окончания войны на Донбассе Достижение первой цели способствует тот факт, что после кризиса трудных военных лет 2014-2015 годы годов, украинская экономика растет Во втором квартале текущего года рост составил 4,6% Впервые за долгое время Украина обогнала Россию по экспорту зерна и стала его крупнейшим в мире экспортером Мир зависит от воли России, но мир на Донбассе зависит не только от украинцев О нем они вынуждены договариваться с Россией При этом из-за выборов на Украине сложилась прежде невиданная ситуация Партия «Слуга народа», названная в честь сериала, в котором Зеленский, еще будучи комедийным актером, сыграл главную роль Получила в парламенте большинство, то есть 252 места из 450 Пожалуй, мы самая успешная партия в украинской истории Но на Украине люди всегда очень не доверяли государству и его институтам Теперь наша задача изменить это отношение Говорит в интервью актуал не депутат парламента партии «Слуга народа» Богдан Еременко Ранее он являлся генеральным консулом Украины в Стамбуле За критику украинского президента Виктора Януковича в социальных сетях, его сняли с должности Еременко поддерживает революцию на Майдане 2013 года, а партию «Слуга народа» называют либеральной По его словам, на переговорах с Россией об окончании войны Зеленский и новые правительства готовы идти на компромиссы, но не ценой потери украинской территории А критики украинского президента именно этого и боятся Мир зависит от воли России Нам не остается ничего другого, как защищаться Конечно, компромисс понравится не всем Но Украина, страна демократическая, и на собственное мнение право тут имеют как украинские националисты, так и те, кто настроен пророссийски, утверждает Еременко Мы все украинцы Зеленский и российский президент Владимир Путин собираются встретиться на мирном саммите в Париже в середине ноября Поговаривают о плане об отводе военных сил от обеих сторон фронтовой линии и выводе вооружений Также Киев хочет, чтобы на сепаратистских территориях прошли местные выборы в соответствии с украинскими законами Однако одно остается неясно, примут ли Москва и сепаратисты в какой-либо форме возвращения украинского контроля над этой территорией Как придется поступить с имуществом, которое они захватили и, так сказать, национализировали? Будет ли объявлена амнистия для сепаратистских бойцов? Говорить об анниксированном Крыме россияне отказываются с начала войны погибли 13 тысяч человек Президент Зеленский считает, что если мы будем затягивать с переговорами, то погибнут еще люди Новый президент, в отличие от предыдущего главы государства Петра Порошенко, хочет в большей степени делать ставку на то, что я бы назвал мягкой силой Он хочет обратиться к людям, проживающим на оккупированных территориях, чтобы они знали, мы не враги, все мы, украинцы Но мы хорошо видим границу, которую не переступим, Донбасс и Крым являются и останутся частью Украины, говорит Юлия Мендель Весной 2014 года Россия аннексировала Крым и началась война на Донбассе По словам Мендель, на Донбасс приходилось 20% промышленных мощностей Украины, а значит, значительная часть промышленности осталась на территориях, подконтрольных пророссийским сепаратистам и России Россия разрушила миф о дружбе в новом правительстве Министром по вопросам европейской интеграции стал вице-премьер Дмитрий Кулеба В интервью Актуалне он говорит, что ориентация Украины на Европейский Союз – совершившийся факт После 2014 года украинская торговля, говоря упрощенно, переориентировалась с востока на запад Россия перестала быть главным партнером 42% украинской торговли сейчас приходится на страны Европейского Союза Владимир Путин в принципе разрушил миф о русско-украинской дружбе Россия инвестировала миллиарды и столетия в этот проект, но сегодня, после того, что случилось за последние годы, только малая часть украинцев считает Россию дружественной страной Даже если бы нам удалось договориться о мире на Донбассе, восстановление отношений займет очень много времени, утверждает Кулеба С этим согласен и депутат парламента от партии «Слуга народа» Богдан Еременко Вопрос об ориентации Украины на Европейский Союз решен, и Россия сама способствовала такому поведению Украины Опросы показывают, что большинство украинцев разделяет эту точку зрения Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Продолжение следует...